Добрый день, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале СОВЛМАШ и сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день. Вопрос. Спрос на заказы в СОВЛМАШ будет, но хватит ли мощностей кадров? Конечно, не хватит. Потому что ножки надо протягивать по одежке, по мере того, как будут формироваться заказы, точно так же будет идти дальнейшее развитие и мощностей кадров. А вот немного раскрыть эту тему было бы, я думаю, интересно с точки зрения того, что данная отрасль является инновационной и довольно сложной. Соответственно, подготовка новых кадров, она также, я так полагаю, не совсем простая и нетипичная. Вот как тогда обстоят дела с количеством времени, необходимым на подготовку для выполнения, скажем, увеличения мощностей? Ну, тут вопрос очень сложный, потому что готовить надо конструкторов раз, которые знают электрические машины, конструкторов-технологов, технологов. А направлений технологических много, там не только металлообработка, плюс ко всему нужны специалисты, которые бы могли работать с моделированием, компьютером моделированием, созданием моделей и анализом этих моделей, расчетом на машинах. Это тоже определенный отрасль, а это не так-то просто, потому что даже такой простой вопрос, как лицензионный Максимум, а в России два всего. Возможно, я слышал еще даже три, а не три, это самая компания, которая реализуется. Да, три их. А это же надо будет нарастить рабочие места, деньги не маленькие. Так что вот вопрос интересный. Насколько я понимаю, фактически сейчас формируется костяк команды, которая удовлетворяет определенным требованиям, скажем так, компетенциям. Вызовам проекта на настоящий момент, да. А дальше это модульный принцип, потому что двигатели, их надо будет разделять по группам, потому что есть двигатели там с высотой свит до 315-200 мм, и так далее. Да, есть специфические двигатели, и так далее. Поэтому надо будет уже делать специальные группы, отдельные группы, которые будут работать по отдельным направлениям. Поэтому это вот модульная система приблизительно так же, как вот суда строятся, да, у них отсеки, секционирование. То есть, что даже здесь по отсекам, но с головным мостиком. Это некий такой аналог конвейера своего рода. Ну, это судно, да, у вас есть центральная часть, от которой все это, каждая служба, а все это воедино движется вперед. Ну, так как-то. Очень интересно. Спасибо за ответ. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, и постараемся на них ответить. А также не забывайте про наши социальные сети. Ссылки для того, чтобы на них подписаться, находятся в описании. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok